Вода это жизнь, но никогда она заполняет подвал. Жители дома номер 48А по проспекту Текстильщиков привыкли жить в условиях болота. Постоянная влажность, комары, неприятный запах. Подвал периодически подтапливает. Почему и как, жители не знают. Куда сюда идет вода, я не могу понять. Вот вода была полностью вот здесь все закрыто. Я не могла дальше пройти. И звонила инженеру нашего Алексея. Он говорит, звоните аварийку, тетя Галя. Я звонила аварийку, они приехали, выкачали, спустилась в подвал. Смотрю, вода сильно течет, уходит. Слесарь-сантехник здесь бывает регулярно. Коммунальщики-управляшки тоже о проблеме знают. Но это не помогает ее разрешить, раз она всегда. Креативным решением борьбы с тухлым запахом стала посыпка подвала хлоркой. Но от этого проблем только больше. Я в подвал спускаюсь, засыпана хлоркой от и до. Ну, я сказала, вы, наверное, хотите травить людей вместо крыс-тараканов. Откуда вода? Не могу. Я уже говорила начальнику ЖКХ, значит, где-то труба сужена, оттуда не идет. Последнее подтопление было связано с канализационными проблемами. Заявка поступала и в мэрию. Кризис разрешили оперативно. Проблема в конструкции самого дома. Во-первых, дом сконструирован таким образом, что отсутствуют приемки. Из-за отсутствия приемок было принято решение, наверное, может быть, управляющей компанией вкопать эти металлические емкости для того, чтобы туда стекали грунтовые воды, и их время от времени можно было откачивать. Обращение было впервые от жителей. Аварийная бригада выезжала от управляющей компании. Засор был устранен именно ими. Но засор произошел по вине жителей, так как из канализационной трубы были вынуты тряпки, пакеты. То есть это вина жителей в данном случае. Вот эти бочки должны бороться с подтоплениями неправильно сконструированного дома. Но они, конечно, не помогают. Ничего не помогает. 40 лет жители страдают из-за этой проблемы, и, судя по всему, страдать будут и дальше. Я просто обращаюсь в администрацию, товарищ Шарыпов, товарищ Воскресенский. Помогите нам, пожалуйста, с подвалом. Что такое здесь творится? Дому 40 лет. И 40 лет люди страдают. А я живу. Первый этаж, угловая. Самая-самая худшая квартира. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.